Приветствую гостей и подписчиков канала Рукодельный Влог. Сегодня я хочу приготовить нежнейший с небольшой кислинкой и ярким насыщенным цветом зефир из яблок и черной смородины. Обязательно попробуйте это домашнее лакомство. После такого зефира вам никогда не захочется покупать в магазине. Для приготовления зефира нам понадобится черная смородина, яблоки, сахар, агар-агар, яичный белок, вода и сахарная пудра. Для начала нам нужно приготовить из яблок яблочное пюре. Разрезаем яблоки на дольки. Чистим яблочки. Яблочное пюре можно готовить в духовке, можно в микроволновке. Я буду делать яблочное пюре в микроволновке. Кладем яблоки на тарелку, срезом вниз. И ставим в микроволновку на 3 минуты. Время рассчитывается так. 1 минута на 1 яблоко. Достаем яблоки из микроволновки. Берем чашу блендера. Нам нужно, чтобы у нас получилось 150 грамм яблочного пюре. Я буду сразу взвешивать. Ставим в микроволновку. И очищаем от кожуры яблоки. Так, у нас получилось ровно 150 грамм. И перебиваем яблоки блендером. Яблочное пюре готово. Переходим к приготовлению пюре из смородины. Перекладываем в сотейник смородину. Наливаем чуть-чуть водички. И ставим на огонь. Доводим до кипения. И варим 2-3 минуты. Потом мы снимем с огня. И перебьем блендером. Смородина закипела. Варим 2-3 минуты. Прошло 3 минуты. Снимаем с огня и перебиваем блендером. И перетираем через сито. Моем в сотейник. Перекладываем в него пюре. И будем его выпаривать. Ставим на небольшой огонь. Помешиваем пюре на небольшом огне. До тех пор, пока оно не начнет густеть. Пюре готово. Когда мы проводим вот так лопаткой. И пробел очень медленно заполняется. Смородиновое пюре сняли с огня. И нам нужно отвесить 100 грамм пюре. 100 грамм пюре у нас готово. Теперь мы ставим его немного, чтобы оно остыло. Агар-агар заливаем водой. В чаши миксера смешиваем. Смородиновое пюре. Яблочное пюре. Берем чашу для миксера большую, так как масса увеличится в конце где-то в три раза. 250 грамм с сахаром. И один белок. И начинаем взбивать. Взбиваем до тех пор, пока масса не посветлеет. Пока взбивается наша масса, одновременно с этим переливаем агар-агар в кастрюльку. Ставим на огонь. При постоянном помешивании прогреваем, пока жидкость не станет вязкой и прозрачной. Всыпаем оставшийся сахар. И активно перемешиваем. И варим сироп до 110 градусов. Если у вас нет термометра, то готовность сиропа можно проверить вот так вот. Опускаем лопаточку в сироп. И если за ним вот так вот тянется ниточка, то значит сироп уже готов. Но, конечно, лучше использовать термометр, потому что это все приблизительно. И можно его либо переварить, либо не доварить. Готовый сироп вливаем тонкой струйкой в пюре и продолжаем взбивать. Взбиваем до тех пор, пока масса не загустеет. Перекладываем массу в кондитерский мешок с насадкой и начинаем отсаживать зефирки. Зефир отсадили. И оставляем его на 24 часа для полного застывания. Прошло 24 часа и зефир уже застыл. Мне осталось только обмакнуть его в сахарную пудру. И можно кушать. Снимаем зефир. Склеиваем две половинки. Пока зефир не без сахарной пудры, он очень хорошо склеивается. И обмакиваем его в сахарную пудру. Вот такой зефир получается. Зефир можно хранить в закрытой таре, чтобы он не сильно высыхал. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 40 половинок. Это получается 20 склеенных зефирок. Для отсаживания зефира я использовала вот такую вот насадку. И так продолжаем со всем оставшимся зефиром. Вот такой красивый зефир у меня получился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные рецепты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok